Ребята, добрее с утра всем. Здесь на кухне была. Искупалась. На кухню еще не сходила. Хочу посмотреть. Вчера там мазюкал. У меня Толик был. В принципе, уже на кухне. Нигде тут дохляков нет. Вообще не вижу. Представляете? Может, Толик убирал. Ой, еще любители. Они, кстати, на плите нет. Плита грязная. О, помыть. Не вижу. Так, все из чего. Тоже вроде нет. Надо водички попить. Утренний. А то чуть я, знаете, обнаглела. Перестала пить по утрам воду. Ну, сегодня на весы встал. Мой вес опять. Шестьдесят. Шесть где-то вот так с половиной. Вернул, слава богу. Хотя вот в нижней, я смотрю, я поправилась. Вот честно. Какой ты мамон больше. Возможно, да. Вот мне тоже писал девочка на сцене. Механически весы они обманывают. Возможно, брешут. Ну, у меня были электронные весы. Не помню, что за они были. Вот те брали, это точно брали. Вот реально брали. Эти все равно, они вот показывают всегда одинаково. Поэтому не знаю, обманывают или не обманывают. Вопрос. А электронные брали. Встанешь, один вес покажешь. После встанешь, другой вес. Я их даже куме отдавала. Говорю, надо, возьми, уши, да давай. Ну, короче, такие. Г. Купила электроны, а толку не было. А потом взяла вот эти механические. Или механические сначала взяла. А потом еще электронные. Но уже этот момент забыла. Ой. Ну, не могу я выдержать вот эти-эти. Какашки. Я хочу смыть. Как-нибудь, ладно, потерплю хотя бы это. Неделю, что ли. Не вижу. Ну, вчера, говорит, не устроила. И за этой, и за этой видос не стала выкладывать. Зато вам рассказала. Это о чем говорит? О! Да и не об этом говорит. Да просто, как три копейки. Выложить стыдно, а рассказать вроде бы не стыдно. Ой, кто это звонит? Потрындела, девчонки, по телефону. Телефон садится. Ну, с Леночкой, короче, потрындела. Это садится. Ну, съемочный, съемочный. Ой, пледик тут надо мне у Толяну поправить. Леночке, он говорит, у нас тут на районе карп продают в магазине, где я покупала вот скумбрию. Надо это, сходить, посмотреть, все почем. А то прям хорошо бы, есть никуда не надо. Хотя вот карп есть вкусный, есть невкусный. Еще узнать, откуда возят. Посидеть, потрындеть. У меня тут с утра, ну и так гудят. Какой-то кошмар. Ой, мама моя. Ноги гудят, но у нас за окном ветер, страсть какой, ветрыша. Мне с кофе надо воды попить, а то, ну, нет, на человеке варить. Перестал воду пить. Хотя бы по утрам пить не забывать. Так, девки и мальчишки. Девчата и ребята. Посмотрим. Тябова тут мне пишите. Тома Калько. Любаша, добрый день. Не обращайте внимания. У меня муж из Тамбова. Я, когда слушаю вашу речь, как будто в гостях была. У нас в Сибири тоже разговаривают по-разному. Всех благ. Спасибо, Тому, вам огромное. Спасибо. А я говорю, в каждом регионе и у каждого свой говар. Вот у каждого. Так. Наталья Бирюкова. Это прямой эфир ко мне сходила. Оставила мне комментарий. Так. Люба, какая у тебя сношенька красивая. А внучки еще лучше. Всем здоровья и всех благ. Спасибо, Наташенька. Спасибо вам огромное. Вам тоже здоровья милые. И только всего самого наилучшего. Опять же Наталья пишет. Ульяша артистка. А Ульяш, да, таланчиша. Ой, Танька, ну ты правда какая-то. Вот я не знаю. Хоть бы раз что-то приятно написал. Хоть бы раз. Вот хоть бы раз. Ты ведь бабушка. Ядрю ты курень. Ты ведь бабушка. Ну надо быть бабушкой доброй. А ты прям, я не знаю, в тебе прям какой-то змеиный яд сидит. Татьяна Ц. Утро второго дня. Ёжики тушатся вторые сутки. Или нервно курят в сторонке. Танька, не вторые сутки ёжики я тушила. Я ёжики тушил. Сейчас тебе скажу две недели. Прикинь. Попробуй. Понравится. И после я их оставляю в комнате, в холодильнике не ставлю. Месяц должны стоять в тепле. Поняла? А после только ешь. Эти ёжики. Так. Топим с канал Любашины будни. Оп. Оп. Это она. Я выкладывала, где Таня с Ульяной танцевали. Плясали. Даже не танцевали. Спасибо, моя дорогулька. Так. Топим с канал Любашины будни. Больше потушишь, вкуснее будет. Всё нормально. Это за борщ. Вот я тоже с вами. Это вот я согласна. Он же мягче будет. И то вот я сколько тушила. Хочу сказать. А ешь, всё равно его чувствуешь, этот бурочок. Его всё равно чувствуешь. Плюс я же ещё добавляла уксус сразу к бураку. А вы знаете, от уксуса всегда овощи долго готовятся. Они мягкими не становятся быстро. Уксус можно, да, просто было сахар добавить, чтобы цвет не потерял. А ещё можно и уксус добавить. Да, чтобы не потерял цвет. Спасибо вам большое. Это просто говорю. Такой характер людей, вот такой характер людей, Ну, блин, вот всё равно как-то найти какую-то критику. Ну, как, найти что-то, вот что-то найти, к чему примахаться. Не знаю, как более культурно выраститься. Марина Ле, а ты, Люба, почему не танцуешь? Мариночка снимала. У меня там появилась возможность. Сын, когда со мной выходил, там Малиночка. Как? Видели? Потанцевала. А я снимала, некому было снимать. Ну, как? Короче, поняли. Бабка была оператором. Ольга Че. Девчонки, какие весёлые. Спасибо, Оленька. Спасибо, моя дорогая. Ольга Че. Лена, какая молодец. Спасибо, Оленька. Леночка у меня молодец. Леночка у меня умничка, моя красавица. Любашина будет не фанат канала. Это из машины звук? Или на отдельно наложила? Нет. Девчонки, это из машины был звук. Вот как там были частушки. И так я и оставила, выложила. Он подлиннее был. Сам ролик-то я сняла. А там вот, ну, есть такие слова. Частушки же. Там хер. И я не стала. Поняли? Так. Короче, обресла даже. Танец-то обресла. Ну, частушки есть частушки. Сами понимаете. Так, так, так. Мария Коновалова. Здравствуй, Люба. Я тоже свеклу тушу с водой. И больше у меня бордовый. Всё как надо. Вы всё правильно делайте. Спасибо, Мария. Спасибо, моя дорогая. Я говорю, каждый хозяйка всегда готовит по-своему. Если кто-то так не готовил, тот он не поймёт. Вот, между прочим, если ты быстро потушишь свёклу эту и добавишь, не будет красивого бордового цвета. Не будет. Раньше, когда, ну, молодая была, училась борщи готовить. И вот варила борщ. Цвет-то потерял. Я, вы знаете, как обжарку эту, типа, сделал. Ну, может, чуть дольше потушила. Потерялся цвет. Так. Елена Краснова. Голос непротивный для моего слуха. Вот говор непривычный, как и наш северо-нижнегородский. Говор будет звучать странно. Велика Россия, матушка. Вроде бы на одном языке говорим, а везде свои особенности, произношения. Да, вот я только вот недавно тоже это и сказала. У каждого, говорю, зайдь в какой-нибудь другой регион. И там уже другой разговор. Так. Катерина Ковалева. Ульяша вообще молодец, зажигает. Аж от просмотра настроение заводное. Спасибо, Катенька, спасибо. Она вот ходит на хореографии. Мне ее учительница по хореографии говорила. Она говорит, она прям вообще. Это что-то с чем-то. Она даже когда сидит на больничном, там же идут занятия. Вот, например, перед утренником каким-то. И она приходит перед утренником, ну, в садик, да, приводит. Она не успевала репетировать. Но она станцует. Вот поверьте мне, не хуже других детей. Ну, даже лучше. Ну, я бабушка, возможно, могу преувеличивать. Ну, мне кажется, я не преувеличиваю. Так и есть. Она, то есть, в танцах, она и музыку ловит правильно. И вот у нее движения такие, говорю, моя солнышко. Она у меня умница, красавица. Люси мне тут смайлечки оставила. Дружный смайлик, улыбочку и лайк. Спасибо, солнышко. Так. Елена Каракулева. Люба, молодец. Спасибо, Леночка. А я нам вчера и читала. Мария Кокшина. Сноха, молодец. Спасибо, Марина, большое. Юлия Ше. Любаша, такая вы бабушка и мама. Дай Бог вам здоровья и счастья и вашим деткам. Спасибо, родненький. Спасибо, моя хорошая. Юлия Ше. Мне очень нравится, как вы сказали про Вер, что Верочка и Ульяша в вашем сердце. Каждый по половинке. Каждый по половинке. И это же так от души и от сердца. Вы самая прекрасная бабушка. Спасибо, Юленька. А я на самом деле, это я сказала искренне. Да это мои вот такие лапули. Я их люблю, я не могу. Такие сладкие. Вот такие прямые. Вот что одна, что вторая. Я даже думала, одинаково любить не можешь. Нифига подобного. Я их одинаково люблю. Вот что Ульяшечку, что Верочку. Вот одинаково. Но я стараюсь, девчата, больше Верочке внимания давать. Потому что родители как с Верочкой там копошатся. Ну, чтобы Ульяшенька все равно не ощущала вот как. Меньше внимания. Вот. Ну, хотя и они, в принципе, у меня сын, то он больше нам с Ульяной время проводит. Вот когда там сидят, они четвером. Он как-то с Ульяной. Не знаю, как-то вот так, девчата. Так. Вера Мэ. Ульяша просто прелесть. Так пляшет красиво. Спасибо, Верочка. Спасибо огромное вам. Наталья Луна. Любаша, привет. Соль держит вот в организме. И ее. Соль надо вымывать водой. Пей побольше или укропчик пропить. Вода лишней выйдет. Ну, водички побольше пить. Так. Татьяна Голубева. Люба. А Толик почему не выставили? Он так зажигал. Ну, это я в длину выставила. А это я просто отдельно как сняла. Другой формат видео. По сто раз как выставлять. Я же выставляла. Ника Дэм. Как же Таня хорошо танцует. Все движения легкие. Пластично. Очень красивая девушка. Анатолий, берегите любить свою дочь. Спасибо большое. Да, Таня умничка. Она прям с Ульяшечкой, как две зажигалочки. Согласна. Согласна. Так. Она вон Ульянт к ней. К ней, к ней, к ней, к ней. И танец не нормально. Так. Светлана Фатеева. А я отдельно варю свеклу. Тру на терке. И в конце, когда суп сварился, добавляю. Выключаю плиту. И суп настаивается. Всегда красный сто процентов. Без уксуса и без тушения. Это меня повар научила. И теперь всегда так делаю. И не надо все на свеклу валить. Делайте так, и будет вам счастье. Я так готовила, Светлана. Меня так научила подруга. Да, тоже получается красный. Но в плане свеклы вы не правы. Подруга моя, ее научила мама. Ее мама. Мама где-то нашла, вычитала рецепт. Я так тоже варю. Но реже свареной свеклой. Мне в основном стушеный. Так, все я говорила-то. В плане свеклы неправда. Очень много зависит. И в плане его количества. Вот на большую кастрюльку натрите вот столько свеклы. И добавьте. И посмотрите, он красный будет или не красный. Или добавьте бледную свеклу. Тоже посмотрите. С этим я не соглашусь. От свеклы, девчата, много зависит. В плане цвета. Ну, согласитесь, а свеклы бывают разные цвета. Бывает прям, ух, такая темная. А бывает бледеная. И какой там от нее цвет-то будет? Никакой. Евгения, Дусенко, такую курицу, как ты, учить да учить. Это тебя, курицу, хоть учи, хоть тебя объясняй, хоть не объясняй. Ты никогда не услышишь и не понешь. Потому что у тебя внутри, бяка, поняла? Злость у тебя внутри, злость, желочь. Если ты не укусишь никого, ты прям, ну, в плане курицы, куриц ты. Курицу он хочет посмотреть, подойди к зеркалу, и там как раз ее увидишь. А я не курица, я Любовь Эдуардовна, если еще вот так, на секундочку. Так, Наталья Пелимонова. Да, Люба, вы правы, по поводу дома. Я тоже только домой всегда рвусь. Даже когда к маме приезжаю, пару часиков посидим, и я лечу скорее домой. Хотя у мамы 30... А, это старенький комментарий, это я уже зачитывала. Ольга П. Ну, это же жидкость скопилась, не жир. Ну, возможно, Олечка. Ну, я тут, видите, селедку сожрала, вся отекла. И плюс, говорю, пирожков сожрала. И мысли, ой, ну, сегодня встала на весы, говорю. Вроде бы опять в норме. А внешне, смотрю, я толстая. Вот не знаю. Вот мне кажется, что я толще внешне. Вот честно вам признаюсь. Может быть, привыкаешь к себе. Фиг кого знает. По весам вроде бы вернулась. Так. Все, девчата, я вам почитала на сцене. Комментарий, прям свеженький почитала. Зашла с вами, красотушка. Еще сегодня пойду, надо с вами полопаю. И зайду, девчата, я на YouTube. Девчонкам тоже отвечу. Все, нашла. Хочу выйти в прямой эфир. Нашла, девчонки. Там можно еще кого-то пригласить. В прямой эфир. Вот как на TikTok. И вдвоем сидеть, снимать. Надо мне с моей красотулей поговорить. Может, с ней вдвоем выйти. Получится ли у нас? Прям было бы прикольно. Было бы прямой эфирчик. Прямоход попробовать. Когда вдвоем. Ну, вы поняли, да, как там. Совместный. Эфир-то. Ой, оказывается, на YouTube вроде бы так тоже нужно. В прямой эфир выходить. Вот прям хочу попробовать. Ой, уже рабочие работают. А сколько времени? Я сегодня проснулась без двадцати семь. А, время семнадцать минут девятого. Вчера уснула часов в десять. Я вечера. Леночке, короче, проснулся от звонка. Глянь, Леночка звонит. Время двенадцать час ночи. Говорю, господи, что случилось? Просто так звонит. Мам, не спишь? Говорю, ну вообще. Говорю, ну ладно, спи, спи. Говорю, да конечно, он же разбудил. Говорю, давай болтать. И с ней еще болтали. Сын повел Ульяшу в сад. Говорю, а что сын Паш делает? Она, да я вот Верочку уложила. А Паша Ульяшу укладывает. Говорю, в смысле укладывает? Ну вот с ней надо посидеть. Вот как объяснить? Так она не будет спать. Говорю, что сама не спать? Нет. Ну молодцы. Одну ляльку качал, другой другую. Ой, ну Пашу, он тоже, он как любит. И Веру, и Ульяну. И они так же. Вот и они, девчонки, прям отца любят. Страсть как. Он, Ульяша, на кого похож? На папу. Все, она не хочет слушать, что на кого-то, на другого похож. Он похож на папу, и все. А мелко голос за ним кричит. Ой, я говорю, вон сидели с Леной. Ну и Верочка, и Ульяшечка. Пришел, папа, в ночь ходил. Ну, с ночи. Пришел, принес этот. Что-то он принес. Я не... Шезлов принес он, Веря. Ульяна ушла с папой. Я папочка с тобой хочу. Я пойду с тобой. Он говорит, ну пойдем, дочь. Верочка видит, отец надевается, как дала тоже без ховей. Он ее на руки вот стоял, держал. Ну, конечно, сбежал потом. Ах, бери и вторую с собой. Короче, две бегут за отцом. Ой. А мне кажется, девчонки всегда к отцу ближе. Вот я по себе. Я почему-то маленькой была. Я прям к отцу больше тянулась. Вот честно вам скажу. Но у меня отец, он и добрый был. Мама, она построже была. А отец, он такой, добрый был. Он никогда, короче, на меня и голос не повышал. И вот я как-то, может, из-за этого к нему тянулась больше. Не знаю. Но я тоже бегала всегда за отцом. Всегда за отцом. О, водички попила с вами, потрындела. Чего позатракать, не знаю. Опять, муж, яйца. Надо пока маленечко воздержаться. В плане еды и по полезнику питаться. А на ужин опять девчонке был борщ. Я говорю, может, карпа сделать, блин. Там и эти ежики. Вроде бы сделал. Сколько ежиков я вам говорила? Четырнадцать, что ли? Мы съесть никак еще не можем. А там ежики-то. Я ем один. Вот один. Вчера приехал Толик. Я ему, конечно, тарелку борща, ежики, вермишель. Он борща съел, а второй не стал. Он говорит, все, я наелся. И вот никак не поедим этих ежей-то. А вкусные, страсти какие. Так что, Танька, а ты вот имей в виду, говорю, ежики туши две недели. Не два дня, а две недели туши обязательно. И оставляй в комнате. Прям вот сейчас холодно, топли, не дай. Прям ставим к батарее, поняла? И чтобы месяц они стояли у тебя в комнате, не ешь. Чтобы они настоялись, ароматнее стали. А потом начинай есть. Поняла? О, будет. Рецепт тебе, лично тебе подогнала, по секрету. А то два дня я тушила ежики. Нет, две недели. Ты че, ты это ошиблась маленько. Две недели. Ой, ладно, все, девчонки. До следующего видео. И, ребята, тоже. До следующего видео. С вами не прощайся. Мы еще с вами позавтракаем. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...